всем привет давно на моем канале не выходили ролики так как у меня были проблемы в личной жизни они в принципе еще и остались и пока что не решены но я помню что обещал записать вам ролик о разгоне видеокарты что мы сейчас и сделаем любой разгон видеокарты особенно начинающего пользователя начинается с вопросов какие видеокарты вообще можно разгонять каким способом и с помощью каких программ а также в каких случаях разгон будет невозможен на сегодняшний день существует огромное количество видеокарт и делятся они на интегрированные и дискретные про дискретные видеокарты говорить обычно ничего не приходится потому что обычно они все подлежат к разгону что касается интегрированных видеокарт которые устанавливаются в обычные слабые ноутбуки хотя новые встроенные видеочипы обладают достаточно высокой мощностью в любом случае такие видеочипы обычно заблокированы к разгону это не означает что их невозможно разогнать Существует огромное количество вариантов разлочки данных видеочипов, о которых вы можете ознакомиться в интернете. Введя в поисковом запросе наименование вашего видеочипа, а также его модель. И введя следующий текст, как разблокировать видеочип для разгона. Для каждого видеоадаптера такая инструкция будет уникальна. По ссылочке в описании вы сможете посмотреть пример одного из вариантов разблокировки видеоадаптера. Я думаю, что данная информация даст вам хорошо понять, почему в вашей программе разгона заблокированы все ползунки, и вы не можете разогнать свою видеокарту. А также, почему в стандартных программах от производителя вы не можете найти функцию разгона. Следующий вопрос, почему я не могу нормально разогнать свою видеокарту. Разогнав ее совсем чуть-чуть, я уже получаю какие-либо проблемы. Артефакты, выключение экрана, либо же перезагрузка компьютера. Все дело в комплектовании вашей видеокарты. Если вы покупали видеокарту от производителя, то есть Nvidia, либо же Radeon для AMD, то скорее всего такие видеокарты можно будет нормально разогнать. Нежели вы купите видеокарты, которые торгуют перекупленными чипами от AMD и Nvidia. Например, компания Asus, PowerCool и многие другие. Они, конечно же, дешевле, но дело в том, что охлаждение там плохое, а также очень маленький потенциал для разгона. А некоторые видеокарты и вовсе разогнаны еще с завода. То есть, уже имеют нестандартные частоты. Здесь и возникает проблема. Поэтому я всегда рекомендую покупать видеокарты именно от производителя. Radeon или Nvidia. А теперь давайте разберемся, какие программы мы будем использовать для разгона. Нам понадобится программа MSI AutoBurner. MSI AutoBurner это и есть та программа, которая будет помогать нам с разгоном, а также с мониторингом производительности. Ну и естественно, нам понадобится программа для тестирования после изменения настроек. Это программа MSI CamBooster. И этого нам будет вполне достаточно. Случается так, что программа MSI AutoBurner не всегда читает микроконтроллер видеокарт. Именно поэтому, возможно, с помощью этой программы вы не сможете разогнать свою видеокарту. Это вы увидите по ползункам, которые будут заблокированы. Возможно, это у вас получится сделать в других программах. На данный момент существует огромное количество программ для разгона видеокарты. Как стандартных от производителя, так и сторонних. Давайте сначала поговорим о стандартных. Допустим, у Nvidia есть специальный программный комплекс под названием Nvidia System Tool with ESA Support. Эта программа позволяет не только производить мониторинг, но также осуществлять разгон видеокарты. AMD, в свою очередь, имеет программный комплекс AMD Overdrive. Или же в более новых видеокартах AMD Radeon Settings со встроенной функцией регулировки производительности видеокарты. Есть еще некоторые из них. Например, GeForce Tweak Utility, или же EVGA Precision X, Nvidia Inspector, GPU Tweak и многие другие. А теперь давайте рассмотрим интерфейс программы, а также ее настройки, перед тем, как разгонять видеокарту. Интерфейс данного приложения полностью зависит от выбранного скина. То есть, в данном случае у меня серый. Слева и справа вы можете видеть мониторинг показателей, которые, в принципе, вам потом придется постоянно наблюдать. Вверху вы можете видеть несколько кнопок. Вам будет нужна одна из них. Это тестирование видеокарты под нагрузкой, то есть Cam Booster. Его можно запускать либо отсюда, либо с рабочего стола. По центру самое основное. Ползунки, которые помогут нам разогнать нашу видеокарту. О них сейчас все расскажу. Нижние кнопки это настройка, сброс параметров по умолчанию и сохранение параметров. Внизу кнопочка, которая позволит вам запускать MSI Auto Burner со всеми примененными настройками, именно при загрузке операционной системы. Далее справа у нас профили с настройками, которых пока что у нас нет. Позже покажу, как их сохранять. Как видите, самый первый ползунок у нас заблокирован. Это Core Voltage. Это принудительная регулировка напряжения видеоядра. Если она у вас заблокирована, то здесь ничего не страшного, да и вообще начинающим пользователям вообще не рекомендую разблокировать данный параметр. Следующая функция ниже ползунок Power Limit. Он регулирует предел энергопотребления ведущего графического процессора. Также он будет регулироваться совместно с Core Clock, то есть тактовой частотой видеоядра. Естественно, Temp Limit это лимит температуры. Обычно он устанавливается в 90 градусов и это норма. Можно понизить, но не нужно. Core Clock регулирует тактовую частоту ведущего графического процессора. Это один из главных параметров, который мы сегодня будем регулировать. Memory Clock регулирует частоту памяти графического процессора. Ну и последний регулятор ползунок, который здесь есть, это Fan Speed. Он регулирует скорость вращения вентилятора видеокарты, то есть кулера. Сейчас он выставлен в автоматическом режиме. В принципе, в таком состоянии я рекомендую вам его оставить. Но если же хочется отрегулировать его вручную, то можем нажать на настройки рядышком. И теперь у нас разрешены пользовательские настройки. Можем нажать авто и отрегулировать, как нам это необходимо. Но если вдруг вы хотите отрегулировать кулер более подробно, с определенными температурами, то нажимаем на настройки, переходим в раздел кулер и видим здесь включить программный пользовательский авторежим. И здесь можете таскать ползунки, как вам необходимо. Итак, давайте посмотрим, что же нам необходимо настроить перед разгоном. Переходим в настройки и смотрим во вкладочку свойства совместимости. Здесь должны стоять все галочки, кроме разблокировать управление напряжением, если вы не опытный пользователь. Если же вы знаете, что делать, нажимаем галочку и нажимаем применить. После чего, как видите, у нас разблокировался Core Voltage. Далее снова переходим в настройки, переходим в мониторинг. И здесь вам необходимо все настроить согласно ролику, которое скину в описании. Посмотрите его, как настраивать правильно мониторинг, чтобы впоследствии следить за тем, как работает ваша видеокарта под нагрузкой после разгона. Еще одна немаловажная настройка для опытных пользователей. Закрываем MSI AutoBurner. Вот такой документик, ссылочку на него также оставлю в описании, чтобы вы смогли скопировать текст. Если же вы малоопытный пользователь, то вам необходимо эту инструкцию пропустить. Лучше вам сюда не лезть, это вам в принципе может и не пригодиться. Далее переходим в проводник, мой компьютер, локальный диск C, программ файл x86. Ищем здесь MSI AutoBurner и находим здесь документ MSI AutoBurner. Открываем его с помощью блокнота. То есть это файл конфига, в который нам необходимо вставить значения, которые у нас находятся в другом блокноте. Итак, во-первых, разблокируем Voltage Control. Ставим здесь циферки 1, как указано в блокноте. У меня они уже установлены. То есть вот две строчки подряд. Если здесь будет отключено, то вы здесь увидите цифры 0. Далее листаем вниз и находим здесь строчку Unofficial Overlocking Mod. Здесь тоже нужно выставить цифру 1, это снимет все блокировки для разгона. А строчкой выше вам необходимо вставить данный текст. Тем самым вы будете соглашаться на действия, которые вы будете производить и то, что вы согласны с их последствиями. Далее сохраняете данный файл на рабочий стол. Сохранить как. Выбираем рабочий стол. Здесь выбираем все файлы. MSI AutoBurner и пишем .kpg и сохраняем. Далее закрываем оба блокнота. Находим MSI AutoBurner KFG на рабочем столе и перетаскиваем его в эту папку. Соглашаемся на замену. Продолжить. Все, настройка выполнена. Теперь все у нас разблокирован. Доступ ко всем параметрам разгона, а также все ограничения на разгон сняты для данного приложения. Итак, так как моя инструкция относится к малоопытным пользователям, поэтому Core Voltage мы трогать не будем. Это значит регулятор напряжения на графический процессор. Мы переходим чуть ниже, нас интересует Power Limit и одновременно Core Clock. Пока что только два этих ползунка. А теперь давайте разберем разгон по шагам. Во-первых, мы сначала будем разгонять само ядро, то есть тактовую частоту самого ядра графического процессора. И сразу же будем увеличивать лимит энергопотребления. Увеличивать мы будем с шагом 25 МГц. Больше не нужно. И каждый раз после этого делать проверку. Например, я сейчас где-то увеличил на 30 МГц, ничего страшного. А Power Limit где-то с каждым шагом в 25 МГц увеличиваем на 7%. То есть увеличили на 25 МГц, увеличили на 7% энергопотребления. Точнее лимит энергопотребления. И нажали кнопку применить. Пока что Memory Clock не трогаем. Пока только разгоняем тактую частоту процессора. Следующим шагом нажимаем кнопочку Cam Booster. Не забудьте, что он должен быть у вас установлен, прежде чем нажимать данную кнопку. Нажимаем и производим тестирование, как видеокарта будет себя чувствовать в стресс-тесте. И смотрите на показатель. Сколько FPS у вас сейчас и сколько будет после разгона. Можно сделать предварительно данный тест перед разгоном, чтобы точно видеть показатели. Также наблюдаем за температурой процессора, за его нагрузкой и многие другие показатели. Данный тест займет определенное количество времени, но его необходимо делать, чтобы потом не навредить своей видеокарте. Но в любом случае, любые стресс-тесты не дадут вам полного результата и полной картины. Для этого вам понадобится проводить тесты непосредственно в играх, чтобы видеть уже обстановку в реальных условиях. В случае, если у вас начинают появляться артефакты, начинается разрыв изображения, либо же выключается монитор, перезагружается компьютер, либо же выскакивает синий экран смерти, в этом случае необходимо снизить уровень разгона и затем перепроверить еще раз. Вам никто точно не скажет, насколько вы сможете разогнать свою видеокарту. Вам придется потратить свое время, чтобы подобрать оптимальные настройки и затем протестировать их. И найдя самый оптимальный барьер, при котором ваша видеокарта максимально разогнана, и нормально себя будет ощущать. Только тогда можно считать разгон успешным. В любом случае, я пришел к оптимальным для себя настройкам. Это Power Limit плюс 20%, Core Clock 1282 всего получилось увеличить на 70 МГц. К сожалению, моя видеокарта на большее не способна. Кстати, чуть не забыл сказать, не всегда может видеокарта ваша быть виной к плохому разгону. Может быть и блок питания, который не может дать ей нормальное количество энергии. После определения оптимальных настроек тактовой частоты для вашего графического процессора, переходим к Memory Clock. Теперь делаем то же самое, то есть с шагом в 25 МГц повышаем тактовую частоту памяти. И проводим полное тестирование, как в камбустере, так и в играх, до тех пор, пока снова не появятся какие-либо признаки того, что ваша видеокарта больше не тянет данные настройки. Кстати говоря, я уже нашел оптимальные настройки для себя, также тактовую частоту памяти видеоядра мне не удалось повысить намного, но, к сожалению, я имею такую видеокарту. Если же вы более опытный пользователь, и хотите воспользоваться повышением напряжения на графический процессор, то повышаете его совсем на немножко, по 2-3 единички, и затем пытаетесь повысить лимит Core Clock и Memory Clock, по чуть-чуть, даже лучше с шагом в 10 МГц, и тем самым найдете также оптимальный для себя вариант. Чуть не забыл рассказать вам, как активировать профили, то есть вы уже настроили свой разгон, далее применили его, и нажимаете здесь вот справа Profile, нажимаете Сохранить, и выбираете, допустим, первый профайл. Все, он у вас сохранен. Теперь переходим в Настройки, Профили, Слот 1, и нажимаете комбинацию клавиш, при которой будет задействован профиль. Например, Ctrl-C. Далее выбираем 3D-профиль, и на Ctrl-C у вас будет задействован слот 1, 3D-профиль. Нажимаете Применить, и ОК. Нажимаем Ctrl-C, обратите внимание, что профиль моргает, то есть он выбран. Если у вас будет несколько профилей, это будет крайне удобно. Здесь возникает сразу вопрос о безопасности. Насколько это вообще безопасно делать? На самом деле, что-либо здесь накрутить, чтобы вывело из строя вашу видеокарту, в принципе, невозможно. В любом случае, видеокарта защищена, и в случае каких-либо стрессовых ситуаций, она либо же перезагружается, либо же выдает ошибки. В любом случае, хочу сказать, чтобы вы были аккуратны, лучше не трогайте напряжение, если вы малоопытный пользователь, чтобы уберечься от отвала чипа, либо же от выгорания дорожек. Ну и хочу подвести итог. Я делал это неоднократно на многих видеокартах, и везде разгон был различным. То есть где-то удавалось поднять FPS в игры в два раза, где-то в три, где-то вообще не удавалось поднять. Именно поэтому я говорю, что точно никто вам не скажет, насколько вы можете таким способом повысить FPS в ваших играх. Еще есть условия влияющей на производительность, такие как, к примеру, связка видеокарты и процессора. Если ваш процессор очень слабый, возможно, видеокарта лучшего не даст. Потому что процессор не сможет обрабатывать информацию так быстро, как это делает видеокарта. Ну и на этом все. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Доброго вам здоровья и берегите свои компьютеры.